Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Впереди у нас новый достаточно праздник, но тем не менее уже полюбившийся день семьи, любви и верности. Еженедельное совещание у главы муниципального образования. Созвездие открыл вторую смену. Задержаны подозреваемые в разбойном нападении. Подозревание подтверждает, что из всех редких заболеваний, это самое редкое заболевание. Маленькая Десногорка нуждается в помощи. А теперь об этих и других событиях подробнее. На базе смоленского отряда специального назначения «Меркурий» начались совместные двухнедельные российско-китайские антитеррористические учения. В них принимают участие около ста спецназовцев Росгвардии и Народной вооруженной полиции Китая. Тренировки пройдут между смешанных групп, причем китайские военные будут использовать российское оружие. Беларусь и Россия планируют создать 500-километровый туристический маршрут, который пройдет через Смоленское Паозерье и другие национальные парки – Сибирский, Нарочанский, Брославские озера и Березинский биосферный заповедник. Этот уникальный проект получил условное название «По заповедным местам Паозерья». А его главной задачей станет развитие экологического туризма, образования и воспитания в обеих странах. На плановом оперативном совещании глава муниципального образования Вячеслав Сидунков подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Вячеслав Владимирович поздравил сотрудников ГИБДД Десногорска с прошедшим 80-летним юбилеем службы и поблагодарил за хорошую работу. Коммунальщики продолжают готовить город к зиме. Специалисты МУП ККП уже на 60% завершили гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных теплосетей. Ремонт трубопроводов по результатам гидравлических испытаний, ремонт тепловой изоляции, гидравлические испытания, гидропневматические промутки внутренних систем тепловоснабжения наших квартирных домов, ремонт межпанельных швов, ремонт трубопроводных кровли. У АО «АВЛС» проводятся работы по подготовке к работе в 80-м период объекта в энергоснабжении. Все работы ведутся в соответствии с установленными графиками, срывов пока нет. Территориальная избирательная комиссия совместно с администрацией и службами города ведёт работу по подготовке к выборам депутатов в Государственную Думу. В понедельник, 4 июля, на трёх площадках Десногорска начали работать пришкольные лагеря, охватив 280 детей. Молодёжный центр приглашает десногорские семьи с детьми принять участие 9 и 10 июля в походе выходного дня. А 8 июля, в День памяти святых благоверных Петра и Февронии, десногорские семьи наградит губернатор Смоленской области. В этот же день в 18 часов на городской эстраде начнутся праздничные мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности. Сроки проведения конкурса «Мой двор» на лучший проект благоустройства дворовой территории в Десногорске изменены. Теперь заявки можно подавать до 15 июля, а рассмотрены они будут 22. Итоги мы узнаем 27 июля. Положение проведения городского конкурса размещено на официальном сайте администрации Десногорска. В минувшее воскресенье делегация Десногорска и народный коллектив студии эстрадной песни «Ренессанс» городского центра «Досуга» приняли участие в торжествах, посвящённых Дню независимости Республики Беларусь в городе Чаусы Могилёвской области. Это главный праздник белорусской государственности. Он был объявлен в 1996 году декретом президента Беларуси. Народный самодеятельный коллектив русской песни городского центра «Досуга» «Сударушка» представлял Десногорск в культурной программе знаменитой коренской ярмарки. Она проходила уже 16-й раз в Курске. Это подтверждает свидетельство и благодарность, которой удостоились наши сударушки. В Доме творчества нашего города каждое лето в лагере «Созвездие» отдыхает большое количество юных десногорцев. Только за первый месяц лета оздоровления прошли около ста девчонок и мальчишек. Сколько ребят пришли в «Созвездие» во вторую смену, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Торжественное открытие состоялось 5 июля на площадке перед Домом творчества. На празднике ребята показали свои умения маршировать строем, представили свои отрядные песни, девизы и показали разученные танцы. На июльскую смену в «Созвездие» пришли 70 детей в возрасте от 7 до 10 лет. Их распределили на три отряда. Питание организовали в школе номер 4. О плане развлекательных мероприятий рассказала нам главная вожатая лагеря Елена Гурьянова. Вторая смена у нас направлена, больше посвящена такому поиску, поиску приключений, поиску кладов, поиску сюрпризов. И я думаю, что для ребят это будет очень интересно, потому что мы планируем большинство мероприятий проводить на улице. Держим кулачки, чтобы дождь нам не мешала, а солнце светило ярко и позитивно. Из-за того, что в этом лагере самые лучшие праздники и яркие, наполненные сюрпризами дни, ребята приходят оздоравливаться в него из года в год. Мне очень нравится этот детский лагерь, потому что здесь очень много развлечений, здесь простор, здесь есть и спортивный зал. Второй раз я пришла в этот лагерь из-за того, что тут очень весело, клево и классные вожатые. Благодаря прекрасной работе педагогов Дома творчества и ребят из школы вожатых воспитанникам созвездия будет что вспомнить о лете 2016 года. Блок криминальных новостей. За минувшую неделю сотрудники госавтоинспекции выявили на территории региона 936 административных правонарушений. Задержали 14 пьяных водителей и 11 автомобилистов, отказавшихся от медосвидетельствования, что автоматически приравнивается к нетрезвому состоянию. Сотрудники полиции рекомендуют гражданам не переходить по ссылке приходящих с неизвестных номеров СМС-сообщений. Сделав это, можно скачать вредоносную программу, которая позволяет мошенникам управлять банковскими картами граждан. Для повышения безопасности рекомендуется установить на мобильное устройство антивирусную программу. Двое жителей Демидова, ранее совместно отбывавших наказание за совершённые преступления, вновь приступили закон. Подробности далее. В отделение полиции по Демидовскому району обратилась местная жительница и сообщила, что ночью к ней в дом пробрались двое мужчин и похитили деньги. Потерпевшая пояснила, что накануне один из них попросил у неё денег на алкоголь. Женщина одолжила молодому человеку 100 рублей, а ночью она услышала шум на веранде и вышла. Там она обнаружила двух молодых людей, незаконно проникших в её жилище. Один из злоумышленников начал её душить, а второй в это время достал паспорт и похитил все деньги. Они узнали, что у меня деньги есть. Начал Коля душить меня. Что он при этом говорил? Что убил. Руками как схватился, покажите. В одном из нападавших заявительница узнала знакомого, которому накануне одолжила деньги. Сыщики установили его личность. Им оказался ранее судимый за кражи и грабежи местный житель 1988 года рождения. Подозреваемый был доставлен в отделение полиции. Вскоре задержали его подельника. Житель Демидова, 1990 года рождения, ранее судимый за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, также был доставлен в отделение. Разбираясь в обстоятельствах, сыщики выяснили, что один из подозреваемых, занимавший в долг, заметил в паспорте женщины более крупную сумму. На улице встретил знакомого и предложил ему ограбить женщину. Под покровом ночи они проникли на веранду потерпевшей, открыв запорный крюк осколком стекла. В настоящее время в отношении подозреваемых, следователями отделения полиции по Демидовскому району Межмуниципального отдела МВД России Милишский, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 12 лет. Вечером 4 июня в Смоленск на техническую остановку заехали участники ретро-ралли «Париж-Пекин». Заехали, правда, не все, лишь около трех десятков экипажей. Участники ралли не устраивали показательных выступлений. Их цель – отдохнуть перед следующим марш-броском и подремонтировать свои автомобили. Финиш мероприятия ожидается в Париже 17 июля. 1 июля около 50 призывников Смоленщины отправились на военную службу, получив первое воинское звание «Рядовой». Среди них – 10 молодых казаков, которые пополнят ряды гвардейской Кантемировской дивизии. Также новобранцы этого призыва будут служить в воздушно-десантных войсках и ракетных войсках стратегического назначения. Уважаемые зрители! Администрация нашего города обращается с просьбой помочь Десногорской семье. У маленькой Алевтины Виноградовой выявлено редкое заболевание, единственное в Смоленской области. Ребенку требуется дорогостоящее лечебное питание, которым ее будет обеспечивать областной департамент по здравоохранению. Однако для проведения закупки требуется время, а питание нужно уже сейчас. Деньги можно перечислять на карту Сбербанка матери Алевтины. Ее номер вы видите на своих экранах. Мы знаем в администрации, что жители города всегда откликались на подобные обращения. Тем более, что вот таким людям, детям, которые имеют очень редкие заболевания, дорогостоящие, которые родители не могут сами оплатить, помогают люди. Прошу откликнуться и помочь этой семье. Так, для сегодня я вам скажу, что одна банка этого питания, 400 грамм, стоит 20 450 рублей. Этой банке хватает на 4-5 дней. Аукцион будет проводиться в течение двух месяцев, как сегодня мне заявили в департаменте. Поэтому можно прикинуть, сколько потребуется следствия для семьи. Естественно, сами они деньги. У них дохода таких нет. Давайте мы все вместе поможем этой семье. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова